Важно быть готовым защитить родную землю, отметил помощник президента инспектора Пубрестской области Валерий Вакульчик, открывая районный центр допризывной подготовки в Ганцевичах. Это уже 19-е по счету подобное учреждение в Пермрегионе. Районный центр допризывной подготовки учащихся разместился на базе средней школы номер 3. Он станет связующим звеном всех военно-патриотических отрядов и классов школ города и района. Все старшеклассники Ганцевщины, а это 362 учащихся, раз в месяц будут проходить в этом центре практическую военную подготовку. Центр дает самые важные навыки, которые могут пригодиться человеку в его жизни, так как самый базовый навык завязать шнурки до сборки и разборки автомата. Вырабатывает отличную дисциплину, пунктуальность. Районный центр допризывной подготовки не случайно разместился на базе средней школы номер 3. Здесь уже несколько лет действуют патриотический класс, военно-патриотический клуб и ресурсный центр по военно-патриотическому воспитанию. Учащиеся школы продемонстрировали свои навыки, вынос флага, прохождение торжественным маршем, строевую выправку. После открытия центра почетные гости ознакомились с его материальной базой и оценили уровень подготовки членов школьной команды «Патриот». Здесь проведена и проводится огромная работа. Проводится работа энтузиастами, патриотами, патриотами своей страны, родной земли, теми, кто любит это дело, кто любит жизнь, кто любит свою родину. И вот эта любовь передается молодому поколению, те, кто приходят на смену нам. И очень важно, что эти дети, они заряжены, полны энтузиазма продолжать дело старшего поколения. Высокую оценку подготовки учащихся дал и военный комиссар Брестской области Александр Самаревич, отметив необходимость работы данных центров по всему региону. Центр допризывной подготовки – это наиболее качественная подготовка учащихся, потому что в центре будет учебно-материальная база сосредоточена вся, и как бы все учащиеся школ будут проходить через этот центр. У них будет разработана программа, и они уже будут обучаться. И это на более качественный новый уровень выходим. Военно-служащие 8-й радиотехнической бригады связи подготовили для учащихся центра интерактивную выставку, познакомили их со средствами бронезащиты и образцами стрелкового оружия. Юноши примерили экипировку и попробовали собрать и разобрать автомат. Я хочу развить свои навыки, как теоретические, так и практические в военной сфере, и, конечно же, свою жизнь связать в будущем с военной направленностью. Всего в области будет работать 22 центра до призывной подготовки учащихся. В скором времени подобные центры откроют в Лунинце, Кобрине и Барановичах.